Берск подключается к программе догазификации. Горожан призывают активнее принимать участие. До конца сентября нужно успеть подать заявку. Подробности рассказал заместитель главы Берска Владимир Захаров. Больше 4000 домов в Берске нуждаются в догазификации. Сейчас подано 1025 заявок. Сейчас мы чем-то занимаемся? Сбором заявок. То есть мало того, что дом включен в программу, газ придет только тогда, когда человек сам подаст заявку. Хочу сказать, что газ не придет совсем, если не будет заявки. В этом я бы хотел обратиться к жителям города Берска, кому нужен газ. Пожалуйста, придите в УКС и подайте заявку. Чтобы подать заявку, нужна копия паспорта, копии документов, подтверждающих право собственности на дом, на земельный участок, а также план местности, где находится домовладение. С этими документами надо пойти в УКС. Телефон 277-07 городской. И также заработал телефон мобильный. МТС 913-768-8484. Поэтому можно звонить, спрашивать, договариваться о встрече, по времени, нести документы и так далее. Нужно будет, если работать в выходные дни, потому что мы понимаем, что в будние дни люди работают. Значит, будем вставлять специалистов в выходной день, чтобы было комфортно нашим перчанам подавать свои заявления на догазификацию. Есть сложности. Ждем разъяснения, потому что сети делятся на две категории. Одни из сети муниципальные. Вы знаете, они в основном находятся немного в центре. Новый поселок, поселок Вега, поселок Боровой. И есть сети, которые принадлежат частному юрлицу. То есть сети снова абонента. Вот. И сейчас мы ждем разъяснения вообще, как нам действовать, как действовать основному оператору. Поэтому мы с одной стороны работаем, нарабатываем заявки. И с одной стороны, с другой стороны, ждем комментарии к закону. Газовые сети в городе достаточно разветвленные. И можно в любой район, в любой дом, в принципе, подвезти газопровод. Есть нюансы сети городские или основного абонента, то есть частные сети. А так у нас любой район города может участвовать в этой программе. Также Владимир Захаров рассказал о начале отопительного сезона в Бердске. Для того, чтобы в домах начали теплеть батареи, среднесуточная температура воздуха должна составлять не более плюс 8 градусов 5 дней подряд. Система заполнена. Посмотрим, когда начнем разворот системы. Постановление находится на подписи. Осталось только поставить дату и опубликовать. Пока вот особых жалоб нет на прохладу. Ни социалка пока не жалуется, ни жителей. Понятно, что у нас часть учреждений находится на прямом, скажем так, на прямой подаче с теплотрасс. Конечно, это наш комплекс городской больницы, часть детских садов. Мы их можем открывать независимо от начала этой команды, от начала постановления. Но будем смотреть на погоду. Ориентировочно подавать тепло в жилой фонд начнут в третьей декаде сентября. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...